Добрый день, Виктор Анатольевич. Добрый день. Спасибо за ваше время. Виктор Анатольевич, сразу к вопросам, если позволите. Виктор Анатольевич, что главнее для Путина? Поиск преемника или эликсира молодости? Для Путина главнее остаться у власти. Остаться у власти. Собственно, это единственная задача, которую он по-настоящему решает. Он сам себя загнал. Ну, это старая ловушка, авторитарная ловушка. Это ловушка абсолютной власти. На нее довольно легко взойти на эту мину ловушку. А вот сойти уже нельзя, взрываешься. И на его глазах, в диапазоне от Чаушеска, Мубарака до Каддафи, разные варианты. Ни одного из них он не хочет. Ни варианта Милошевича, ни тем более варианта Каддафи. Ему от власти уходить поздно. Он сам себя загнал в эту ловушку. Последний шанс 10 лет назад был упущен. И мы нами, как-то нам проститься друг с другом. Договориться о выходе на цыпочках, о том, чтобы, так сказать, как-то закончилось это авторитарное время. Оно не закончилось. Оно закончилось новыми преступлениями, убийствами, войнами. И в создавшейся ситуации ему невозможно уйти уже, невозможно уйти от власти. Здоровью своему он уделяет очень большое значение. И такое же значение он уделяет тому, чтобы остаться. Что касается преемника или не преемника, это уже технический вопрос. Это уже вопрос тактический. Как они там придумают обставить свое нахождение у власти дальше? Как Путин придумает, какую комбинацию он придумает, чтобы остаться у власти, это я не знаю, это надо к политологам. Нам важно понимать то, что он от власти не уйдет. Не уйдет. Он останется у власти пожизненно. Это уже ясно. По крайней мере, таковы его планы. А дальше уж как фишка ляжет. Виктор Анатольевич, на ваш взгляд, есть ли безопасное место для Путина на земле? Думаю, что не особенно. Думаю, что не особенно. Пока что вот его Россия, подконтрольная ему Россия, единственное безопасное место для него. Я думаю, что снаружи от России его довольно быстро сдадут. И он это знает. Они сами себя, повторяю, они сами выбрали этот жанр. Он не Клинтон, чтобы уйти в отставку, играть на саксофоне и читать лекции. У него не будет ни саксофона, ни лекций. Он умрет у власти, с большой вероятностью. Отталкиваюсь от сегодня, Виктор Анатольевич. Насколько монолитно окружение Путина? И сразу следующий вопрос вдогонку. Вот в год юбилея ГКЧП не будет ли ГКЧП-2? Насколько монолитно окружение, не знаю. Не думаю, что монолитно. По-настоящему, разумеется, они озабочены, каждый озабочен в большей степени собственной безопасностью, собственными перспективами. Вообще идеологических людей там нет. Вы вспомнили ГКЧП. Там была парочка людей, так сказать, идеологических. То есть, людей, для которых существовал маршал Ахрамеев был, не знаю. Были какие-то люди, для которых существовало понятие чести и идеологии, которые обрушение Советского Союза действительно воспринимали как личную катастрофу. В отличие от Путина, который прекрасно вписался потом в демократические времена, в воровские времена, а потом возглавил выход из этих воровских времен. Сегодня идеологических людей, я думаю, по большому счету нет. Они, все они озабочены. Все эти 10-12 человек, которые, в общем, то, что называется, игроки на политическом поле сегодня, они все силовики, они все озабочены своими перспективами. Путин для них, крыша. Пока Путин крыша, они за Путина. Как только Путин, эта крыша начнет, так сказать, прохудиться и начнет сыпаться, они немедленно найдут что-то другое. Может быть, кто-то из них возглавит и, так сказать, уничтожение этой крыши. В общем, все как всегда. Все как всегда, ничего нового-то нет. И мы знаем, что претарианцы, на которых ставили римские цезари, создавали личную гвардию, как правило, эти претарианцы и были механизмами переворота. Так что ничего нового тут нет. Гадать про ГКЧП-2 нет смысла, не думаю. Мне не кажется, что что-то изменится. В ближайшее время. Я думаю, что пока это все не посыпется довольно очевидно само, никаких действий изнутри предпринято не будет. А те, кто хотел бы изменить диспозицию, давно уже не имеют рычагов власти. Те, кто имеют рычаги власти какие-то и возможности, в том числе силовые внутри, они намертво привязаны сегодня к Путину. Им тоже поздно пить боржоми. Ни Патрушев, ни Бортников, ни Шойгу наружу тоже не выйдут. Они преступники, они это знают. И поэтому Путин их главная ставка. Посмотрим, как будет развиваться, как говорится в Швейке. Никогда не было, чтобы никак не было. Есть мнение, что российские элиты находятся в ловушке своеобразной. Виктор Анатольевич, есть ли вариант откупиться от Путина и какова цена? Элит никаких нет. То, что мы называем элитой, это на Западе. Ну вот на Западе есть бизнес-элиты, какие-то элиты, которые, собственно говоря, и делают президентов, формируют какие-то запросы и повестки. В нашем случае все лидеры списка Форбс – это просто очень богатые рабы. Пример Ходорковского и других показал, что в любую секунду, и они это знают, с ними можно сделать что угодно. Нет никаких элит у нас. Бизнес-элиты, политической элиты нет. Есть силовики, которые и есть наша политическая элита. Вот какой-то ближний путинский круг. Поэтому, когда мы эту западную терминологию употребляем, мы должны понимать всю условность этой терминологии. Откупиться от Путина, повторяю, мы проскочили, и они проскочили, это 10 лет назад. Был такой эпизод, вот как раз 10 лет назад, 11-й год, когда осенью 11-го года, зимой 11-го, 12-го года, было ощущение, что после этих фальсификаций выборов, митингов многотысячных. И был план у этой самой, значит, бизнес-элиты каким-то образом договориться с Путиным. Про это есть байка, как они собрались где-то в шале, там, в Австрии у одного из богатеньких этих буратин, и выработали план, вот эту, так сказать, дорожную карту ухода Путина от власти с гарантиями. Да, вот все как полагается. Как бы сделать так, чтобы это все тихо закончилось. Они выработали этот план, но, как говорится, собака порылась на одном последнем пункте. Выяснилось, что никто не хочет быть тем человеком, который передаст этот план Путину. То есть не нашлось человека, который придет к нему и скажет, Владимир Владимирович, вот мы тут решили, давайте вы, значит, вот уйдете, вот есть такой план и так далее. Такого человека не нашлось. План-то есть, планов у них может быть сколько угодно. Никто не осмелился. Никто не подойдет, потому что понимает, что просто он живым не выйдет. Ну, выйдет живым, но, так сказать, понятно, что он ненадолго, немедленно выясняется, что он коррупционер, немедленно выясняется, что он вор и так далее. Они сами себя загнали давно в это подчиненное положение, они давно легли у этих сапог, и сейчас уже им поздно рыпаться. И сейчас мы видим довольно жалкое зрелище, когда они пытаются на всяких своих форумах или где-то экономических что-то такое либеральное разговаривать. Все эти либеральные разговоры утыкаются совершенно в такое политическое Зимбабве. Все разговоры о реформах. Реформы в Зимбабве начинаются с того, что не будет Мугабы, понимаете? Никакие экономические реформы в Зимбабве невозможны при Мугабе. А Мугабы как данность. Вот они и разговаривают о реформах, но про Мугабы ни слова. Все это довольно жалкое зрелище. Не думаю, что сегодня это актуально. Я думаю, что они просто не имеют никакого права голоса там, где решаются по-настоящему политические судьбы. Виктор Анатольевич, на Ваш взгляд, Путин окончательно отдал страну опричникам или какую-то все же функцию выполняет администрация президента? Ну, администрация президента – часть опричной системы. Нет никакой отдельной опричниной администрации. Там внутри, разумеется, есть свои какие-то бугорки и пригорки. Разумеется, я не политолог, и поэтому я про это ничего не знаю. Мы можем судить только по результатам. Мы видим многие годы, что… Последние многие годы мы видим, что рулят силовики. И та часть политической системы, которая, так сказать, вписана, приписана к силовикам или исполняет их интерес. Все остальное уже подробности. В общем, не очень интересные подробности, как мне кажется. На Ваш взгляд, что может сдерживать коллективного Путина на сегодня? Есть ли такая сила? Ну, понимаете, эта сила есть, и она его сдерживает. Нам от этого не легче. Эта сила, так, некоторый коллективный Запад, озабочена безопасностью Запада. И эту задачу они выполняют вполне рационально. Они не у Байдена, не у, так сказать, не у Меркель, не у кого на Западе. Нет никаких обязательств перед нами. Перед вами, передо мной, да? Они не должны принести нам свободу. У них есть обязательства перед своими народами. Надо сделать, их задача сделать так, чтобы путинская Россия, агрессивная, опасная, обладающая ядерным оружием, была безопасна для них. И они эти вопросы решают. Да? Байден встречается с Путиным, прекрасно понимая, что он убийца, и назвав это, так сказать, вслух, назвав вещи своими именами. Тем не менее, он встречается, да, как он сам выразился. Они будут жевать жвачку и договариваться. Они договариваются. Договариваются они, попросту говоря, так, что Путин, в общем, может делать все, что угодно внутри страны, но не лезет наружу. Это в интересах Запада, да? Пожалуйста, Путину Америка ушла из Афганистана, теперь это наша головная боль. Милости просим, мучайся, да? Милости просим. Решили нас технологии. Через 10-15 лет Россия будет окончательно страной третьего мира, потому что не будет получать западных технологий. Постепенно будет, перестанет представлять военную опасность. Запад рационально решает свои проблемы. Наши проблемы Запад не решает и не будет решать. И мы заплатим полную цену за то, что позволили себя, значит, затащить в этот, так сказать, вонючий авторитарный болот. А сентябрьские выборы для власти решенный вопрос, Виктор Анатольевич? Нет, не будет никаких выборов, а захват власти, очередной 112-й захват власти, или какой он там по счету, считай, выбор. А нет, это захват и удержание власти, это статья Уголовного кодекса. Смешно, когда мы говорим, опять-таки, в западных темах, какие-то выборы. Выборы – это когда неизвестно, кто победит, Олег. Выборы – это когда есть политические силы, когда политическая сила может принять участие в выборах. То, что они устраивают сегодня, это не, так сказать, даже уже не фарс. Даже уже не фарс, потому что, ну, просто... Глава СВР Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России. То есть, уже как бы идет подготовка такая информационная. Не, ну, послушайте, послушайте, ну, а что они еще? Да, они, это их... Коней на переправе не беняют, осажденная крепость, кругом враги. Да, если не Путин, то погибнет Россия. Вот это все. Это старая песня, ничего, тут никакого события нет. События, если бы вдруг случились выборы, если бы вдруг были допущены реальные оппозиционные силы, если бы вдруг была разрешена реальная политическая жизнь, вернулась бы реальная политическая жизнь. Вот, точнее говоря, когда это случится, мы поймем, что что-то меняется. До тех пор... Они готовятся к 24-му году. 21-й это промежуточный. Они сейчас обеспечат себе... Они заправят старый принтер новыми чернилами. Вот и все. Они обеспечат работу этого принтера к 24-му году. В 24-му году они останутся у власти, поскольку они примут те законы, которые надо, поскольку в избирательных списках будут те люди, которые будут утверждены в администрации президента, ну и так далее. А на худой конец у них всегда есть ОМОН, Нацгвардия и те, кто переломают нам руки и ноги в случае протеста. Поэтому не надо говорить... Забудьте слово «выборы». Они захватили власть и удерживают ее. Это, повторяю, тяжелая статья Уголовного кодекса от 12 до 20 лет лишения свободы когда-нибудь для тех, кто доживет. Какой там мрачный прогноз, Виктор? Нет, это как раз оптимистический прогноз. Это как раз оптимистический прогноз. Что будет суд над теми, кто узурпировал власть, это оптимистический прогноз. Пессимистический прогноз – это то, что мы сползаем дальше в сторону Туркменистана и Северной Кореи, в сторону абсолютно несменяемой власти и апатии, апатии и стагнации. Вот это пессимистический прогноз по-настоящему. А как раз изменения – это прогноз оптимистический. Но есть же физиологические причины, по которым все-таки лидеры-то уходят рано или поздно. Знаете, да. Ну вот по физиологической причине ушел Угачавес, но, как вы заметили, лучше в Венесуэле не стало, потому что пришел другой, Мадуро. И Венесуэла как образец, один из образцов развития, то есть просто распад страны, репрессии, полицейщина, стагнация. Есть Белоруссия как европейская разновидность. И, видимо, там опробуется то, что может быть сделано у нас. Мы видим наши образцы. Вот в диапазоне от Венесуэлы до Белоруссии это, к сожалению, самая очевидная перспектива. Виктор Анатольевич, на ваш взгляд, поскольку мы затронули вскользь тему врагов народа и враги кругом, сможет ли власть вернуть общество? Это вопрос об обществе уже. Сможет ли власть вернуть общество к практике тотального доносительства? Да не нужно тотального доносительства, понимаете? Достаточно того. Они задали условия игры, они этот магнит поставили, железо само тянется к этому магниту. Они вынимают наверх самое поганое, что есть в народе. Социальный лифт работает, политический лифт работает в диапазоне от просто негодяев до людей вполне сервильных просто, сервильных, бактериальных таких людей, которые принимают форму бульона и температуру бульона. Они организовали так этот политический лифт, что свободный, сильный, умный, независимый человек просто не имеет никаких шансов. Вот, причем это может быть не обязательно хороший человек, не обязательно это Сахаров или Лихачев. Вот вам Фругал, вот вам Шестун, примеры, может быть, не идеальных людей, но которые решили стать политиками в России. Их демонстративно наказывают. Значит, система сейчас вполне уже, вполне уже собрана и хорошо работает. Они сейчас не заинтересованы, им сейчас не нужно ничего, я думаю, большего, чем то, что есть сейчас. Повторяю, стратегически они в полном, тактически они в полном порядке, в полной безопасности. Стратегически, разумеется, вся история политическая говорит о том, что однажды такого рода пирамиды рушатся в одночасье. И главный урок, который, так сказать, нам история дает, заключается в том, что за неделю вы не предскажете до того, как оно рухнет, вы не предскажете за неделю. Главный урок египетской революции 11-го года заключается в том, что за месяц до свержения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности в Египте. Вот вам, так сказать, как работает история. Крот истории не просто медленно роет, он довольно внезапное существо. Вот к вопросу о международных специальных службах и их операциях. Виктор Анатольевич, на ваш взгляд, Баширов и Чапига продолжат свои вояжи по миру? Какие новые задачи могут перед ними стоять? Нет, буквально они, конечно, нет, они уже слишком засвечены. Ну, да, условные, да, условные. Да, условные и безусловные, разумеется, разумеется. Россия при Путине активизировалась, так сказать, в сторону, условно говоря, судоплатова сталинского, да, активизировалась в сторону операций снаружи. И, видимо, это будет продолжаться. Мы же видим, что никто не просто не наказан, а государство демонстративно выгораживает и защищает убийц, даже в том случае, когда они попадаются. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться. Это один из немногих козырей, которые есть у Путина, вполне демонстративный. Он же ракетир. Он единственное, что может предложить в качестве, мы же не можем предложить ни, так сказать, ни технологий миру, ничего, да. Мы можем предложить плоховатую нефть с газом, да, немножко пошантажировать энергетически, да, и можем предложить рэкет. То есть мы можем сказать миру, договаривайтесь с нами, а то вам будет хуже, вам будет больно, мы можем нанести вам ущерб. Это рэкет. Это рэкет, когда я предлагаю вам ненанесение ущерба. Я говорю, дайте мне денег, да, договаривайтесь со мной, уважайте меня, а я за это ничего плохого вам не сделаю, да. Вот это в чистом виде рэкет. Этот рэкет они, так сказать, демонстрируют, демонстрируют и будут демонстрировать, разумеется, это, собственно, что им еще остается. Какие предметы торговли. Вот мы можем развязать войну. Помните, недавно, да, с Украиной. Мы можем развязать войну, мы можем сделать это повесткой дня, будущую войну, мы можем сделать так, что Байден будет об этом с нами разговаривать. Мы можем потом отступить, сказать, ну, хорошо, мы сейчас не будем устраивать войну, а за это мы что-нибудь выторгуем себе. Вот рэкет, этим рэкетом Путина занят. То есть для Путина, получается, авторитетов вообще нет в мире? Какой авторитет? Он сам авторитет. В бандитском. Он сам авторитет. Никаких других авторитетов. Поймите, он тактически, как у всякого бандита, тактически у него развязаны руки гораздо, гораздо больше, чем у его оппонентов. Потому что его оппоненты должны соблюдать законы, должны отчитываться перед своим электоратом и так далее. Войну, Байден не может явочным порядком объявить войну, да? Там есть процедуры, как всегда, там, где мы краем. А у нас Путин 5-6 человек начинают войну, да, а потом парламент на утро ставится перед фактом и ватирует эту войну, делает ее законы. Тактически, повторяю, у авторитарного режима развязаны руки. И Путин, конечно, тактически, может, он может продолжать, продолжать делать, грозить какими-то, так сказать, мерзостями. Мир должен на это реагировать. И вот только на этом, на этой тактике Путин и живет. Стратегически мы все проиграли при нем. Стратегически мы отдавлены, мы стали страной третьего мира, мы отрезаны от технологий, мы отрезаны от цивилизованного мира. Стратегически Россия проигрывает. Россия проигрывает, а Путин выигрывает. Это, собственно, как всегда в авторитарном режиме. Интересная формула, да. Игорь Анатольевич, еще пару вопросов. Буквально я слежу за временем, да, спасибо. Чем Путину интересен до сих пор Лукашенко? Зачем он ему? Кто кому? А, тут вот так можно вопрос поставить. Нет, 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 нет. Я просто пытаюсь понять ваш вопрос, потому что, да... Путину, Путину... Зачем Путину нужен Лукашенко? Вот он к нему зачастил, он к нему ездит. Путин мог бы просто сказать, слушай, Александр Григорьевич, ну все, хорош. Давай возьмем паузу. Альтернатива Лукашенко – это свободная, независимая, ориентированная на Запад, то есть на права человека, на западные ценности Беларуси. Это было бы страшным поражением Путина. Лукашенко, слабый, уязвимый Лукашенко, Лукашенко послушный, Лукашенко, который готов за поддержку отдавать куски собственности, Лукашенко уязвимый – это идеальная ситуация для Путина. Он, естественно, если бы Путин захотел, то уже год назад, но в августе, никого Лукашенко бы не было. Но Путин озабочен, как человек с имперскими болями фантомными, он озабочен тем, что контролем над территориями, советскими территориями, которые он ощущает, вот как, он ощущает себя, как собиратель земель русских, как наследник Советской империи, русской империи и так далее. Он эту галлюцинацию запустил в себя и с ней живет. Поэтому альтернатива Лукашенко недопустима для Путина, это свободная Белоруссия. Поэтому он, и Лукашенко это прекрасно понимает, что он для Путина, собственно, безальтернативен настоящими. Кстати говоря, вот несмотря на запрет ИСПЧ, Путин исправно высылает всех, тех, кто участвовал в митингах в Минске, то есть получается для Путина ИСПЧ, ну, как логично уже, наверное, рассудить, пустое место получается, все запреты и все рекомендации. Путин давно забросил тепет за мельницу. Путинская Россия давно плюет на все ИСПЧ. Послушайте, у нас не выполнено ни одно решение по Чечне, по преступлениям против человечества. У нас убийцы не пойманы, и никто не собирается их ловить. Мы выплачиваем, это называется подависты, просто выплачиваем штрафы ИСПЧ, но не выполняем никаких решений, никакого преследования уголовного убийц нет. Поэтому, да, время от времени Путин шантажирует Европу тем, что мы выйдем из ИСПЧ и просто отодвинем права человека уже на какой-то там туркменский уровень. Он шантажирует. Вот, так сказать, ничего нового. Обратите внимание, ряд вопросов, которые вы задаете, мы возвращаемся к общему знаменателю. Вот в том-то, да, замечаю. А это, ну, это, так сказать, вот такая, да, вот в таком статусе. Путин шантажирует Европу и мир тем, что он может сделать еще хуже, заставляя договариваться с собой, считаться с собой. Вот вся тактика. Тактика, повторяю, тактика вполне успешная, потому что против лома нет приема, воевать против страны с ядерным оружием никто не будет. Да, значит, тактически Путин побеждает. Стратегически, чем дальше, тем больше Россия просто оказывается изолирована от мира. и мы становимся страной на глазах вот эти 20 лет. До мюнхенской речи что-то было как-то по-другому он себя вел, он как-то стремился, он вел разговоры про вступление в НАТО и так далее. Что-то перещелкнуло потом, что произошло? Перещёлкнул, он укрепился у власти, он пришел к абсолютной власти. Он уничтожил свободную телекомпанию последнюю, он взял под контроль СМИ, он отменил фактически выборы после Беслана, он уничтожил оппозицию политическую. В шестом году был марш несогласных, который был полицейщиной подавлен, это была первая, так сказать, такая прямая полицейщина. Вот хунта началась с шестого года на самом деле. Просто хунта. Да? Просто замолотить палками. Вот это то, что я помню, испытал на себе. Да? В шестом году. В шестом году. И естественно уже по-другому он поймал, да, ещё цены на нефть, он почувствовал, что он поймал Бога за бороду. Ну и поймал Бога за бороду. Он-то поймал Бога за бороду. Вопрос в том, что мы у него в заложниках. Повторяю, авторитарные лидеры, пока они лидеры, пока они у власти, они всесильны. Потом это рушится в один день. Проблема в том, проблема их и их стран заключается в том, что они не могут уйти от власти. Путин не может уйти от власти. Это и его проблема, и он решает только эту проблему, никакой другой. Он решает только проблему, так сказать, того, чтобы остаться у власти. Поэтому в тюрьме Навальный, поэтому он пытался убить Навального, поэтому эти войны, вся украинская история, крымская история, донбасская история, это попытка вернуться, удавшаяся попытка вернуться в большую политику, потому что он был хромой уткой. Собственно, с 12-го года он просто нелегитимный лидер, он узурпировал власть и сидит на этой власти. Вдруг выяснилось в 14-м году в связи с Крымом, что он русский царь, так сказать, собиратель русских земель, император и так далее. Это он поменял повестку. Он и будет дальше продолжать играть в эти наперстки. Его задача остаться на плаву, никакой другой задачи у него нет. Он уже все другие задачи проскочил. Это его повестка. Наша повестка, к сожалению, проиграна в том смысле, что мы, как вы сами справедливо заметили, мы просто ждем, пока его приберет мать природа. Никаких других возможностей, так сказать, никаких других очевидных ожиданий нет. Это довольно прискорбно, потому что, повторяю, это означает, что он успешно демонтировал все механизмы эволюционные. Это вещь довольно грустная. Виктор Анатольевич, последний вопрос, если позволите. Вот мы затронули тему царизма. Господин Мединский займется историей страны. Скоро мы увидим что-то новое, на ваш взгляд? Ничего нового мы не увидим. Мы увидим старое, мы увидим очередной сеанс панфиловцев, очередной сеанс просто лажи. Он будет, как это называется, лепить что-то, вот как лепят на допросах. Он будет лепить. Он будет лепить историю. Историю надо изучать. История – речь драматическая, поучительная, ее надо знать. А Мединский ее создает. Это пропаганда. Это не имеет никакого отношения к истории заведомо. Это очень опасно, потому что невыученные исторические уроки – это новая кровь и новый виток, так сказать, новый виток. Мы страна невыученных уроков. Мы не выучили наш урок за 20-й век. Тяжелые, причем настойчивые двоечники, понимаете? Двоечники не потому, что даже не можем, а потому, что не хотим, отказываемся. Мы отказываемся учить эти уроки. И, соответственно, мать истории оставляет нас на второй год. Ну, просто год у нее там лет по 40-50, может быть. Ключевский, моя любимая цитата, Ключевский говорил, что история не учительницы, а классная надзирательница. Она ничему не учит, она просто наказывает за невыученные уроки. Не выучил? Милости просим, да? Оставайся там, где есть. И мы видим, как весь мир ушел вперед, а мы топчемся, мы не можем выйти из своего 20-го века. Мы не, у нас памятники, мы по-прежнему памятники палачам, да? Вот Сталин, вот это самое. Ну, представьте себе там, Германию с памятниками Гитлеру, да? Ну, вот мы сейчас там, мы сейчас там находимся. Это Мединский, это такой, то есть, опять-таки, вопрос терминологии, вы его называете историей, он не будет заниматься историей, он будет заниматься пропагандой. Вместо истории он будет заливать в наши мозги, в мозги наших детей, внуков, ядовитую пропаганду. Он будет мешать нам узнавать историю, он будет не давать нам учить историю. Это в их интересе, в их интересе. Спасибо огромное, Виктор Анатольевич, за ваше время и интересную беседу. Счастливо, до Сталин. Продолжение следует...